Мы бы вообще с огромным желанием корректировали всех пациентов конюлями. Только конюлями, как наиболее отравматичным инструментом. Но, к сожалению, конюля имеет самый главный недостаток. Это конюля не работает в дерме. Конюля не прокалывает, не работает в коже, не работает в дерме. Поэтому игла для интрадермальных коррекций, в первую очередь, конечно, у нас остается в нашем арсенале. Смотрите, конюля имеет, видите, вот эти градуировки, градуировку по сантиметру. Вот такую конюлю гораздо удобнее использовать, чем нежели просто гладкую. Здесь мы четко видим, сколько осталось конюля в пациенте, сколько вышло из него, и очень удобно работает. В конюле прилагается игла. Относительно конюля, она между общением называется скальпель. Потому что задача этой иглы, имеющей такой же или чуть больший диаметр, это перфорация дермы, для того, чтобы в последующем в это отверстие ввести конюлю. Есть конюли, конечно, которые продаются отдельно. То есть просто конюля, без скальпеля вот этого. Это очень неудобно, вам придется открывать как минимум двухкубовый шприц. И диаметр 21G бывает даже многоват, грубоват, и тогда и гематом риск повышается. Лучше иметь уже конюлю с вложенным скальпелем. На конюле, смотрите, разные есть интерпретации. На каких-то конюлях, видите красная точечка, вот какими-то обозначениями обозначается сторона среза конюли. Потому что когда конюля находится внутри ткани, вы уже не поймете, и мы ее вкручиваем, мы ее вводим там всеми мастями и скоростями. Поэтому мы смотрим на коннектор, где у нас находится срез. Это может быть просто перфорация в самой пластмассе, это может быть вот такая нарисованная точка, как-то еще.